Оптимальный выбор производителя связан с соотношением удельных прибыли и альтернативными издержками. И кое-что иногда можно оценить, даже не сопоставляя прибыли во всех угловых точках. Продемонстрировано это на том же самом числом примере столярная мастерская. Как было вычислено прежде, альтернативные издержки производства одного стола на отрезке АС равны двум стульям, а на отрезке ЦБ двум с половиной стульям. При этом один стол приносит прибыли всего в 250 разделить на 150 1,67 раза больше, чем стол. Поэтому столы производить совсем невыгодно и все ресурсы следует пускать на студия. Оптимальным выбором будет точка А. Как только соотношение прибыли станет больше двух, например, если прибыль от одного стола превысит 300 рублей, или напротив прибыль от одного стула упадет ниже 125, станет выгодно производить оба вида товара, перейдя в точку С. Если же соотношение окажется выше двух с половиной, например, если прибыль от продажи одного стола поднимется выше 375 рублей, или стул стоит приносить меньше 100 рублей прибыли, производитель должен будет переключиться на производство столов, перейдя в правую угловую точку B. Таким образом оценить, когда происходит переход из одной оптимальной точки в другую, возможно, сопоставляя альтернативные издержки с соотношением прибыли, которые приносит производство различных видов продукции.